Да, я еду сейчас в сотый раз в больнице, в 155 раз. Мне наложили опять швы на госпитке, ленточная швы, потому что у меня разъехалась нога, там практически шов, он должен был нажить, но он решил у меня разъехаться, поэтому я удивлю, ну, так что так, нога, нога, вот еду в больницу, и такая вот, не при очень приятной ситуации. Почему в ютубе нет, ну, дом 2, я знаю, есть на ютубе точка лист. Девочки, слушайте, мы находимся в телеке, и иногда такие ресницы нам необходимы для того, чтобы в кадре мы были непредные, как мой, потому что камера сверху снимает, и она съедает очень много. Да, я реально вечно больна, это правда, что с новой перелом, уже больше месяц, операция, перелом, все равно, мне тоже не болят. Ну, я и простывшая, и болевшая была, да, мне быстро отходила, температура, форма, лага, иммунитет есть, да? Как иногда 2-0 нет, что? Есть часы? Спасибо, спасибо. Да, я вот ехала в больницу, думала, что, скорее всего, хотела проситься на пару дней сейчас на выходной к маме, с ней слетать, потому что у меня был даже день рождения, из-за того, что я сломала ногу, не смогла. И, как вы думаете, мне сказали, только послезавтра мне посмотрят ногу, и вот я буду проситься хотя бы на 2 дня. 14 объема, там, не 3, да, наверное, 6, да, какое-то у меня. Куда мне отпускают из дома 2, легко? Если у меня болит нога, если мне плохо, если я болею, то, да, как бы, на выходной у нас, как бы, особо нету, ничего. Почему запрещено пользоваться телефоном? Потому что мы будем сидеть в интернете и не уделять время другу. Я не за свой счет, слава богу, в интернете, поэтому я ожидаю величину. Потому что берегу свою дорогу. Привет, Чечни. И на воду, в Санкт-Петербурге. Я еду на поляну. Спрашивайте, пожалуйста, поговорите. Почему на доме 2 одни шлюхи? Слышите, ну я к себя к шлюхам не отношусь, потому что достаточно много спорядочных девочек есть. Вот, заскакивает, но я думаю, прям, на жизни, и каждый день точно так же все происходит. Одни дают, другие нет, понимаешь? Из-за того, что как... Мам, привет! Мам, привет! Какая инфрация людей у нас минимальная, у нас 50-40 человек, то это ярко выражено, когда есть порядочные и непорядочные. Поэтому вот такие пироги. Мы же, да, с Виталией, как-то. Мы особо нас не ссоримся, потому что у нас как-то... У нас нету аромства, да? У нас нету аромства, да? Здесь есть какая-то интересная процесация. Мам, привет, привет! Люблю тоже. Короче, маму, наклеили мне полоски, послезатор буду смотреть. Я же разъехала, сошел, не нужно того быть, у видно. Надо ей аккуратно. Если Валера хорошее, то мы просто подношем на друзей. У вас это хорошо, что... Наверное, я не ору, поэтому плохо слышно. Спасибо, Хатерсон. Спасибо, приятно. Привет. Украина, привет с артистом. У нас подъем... У нас будет 10, но я к 12 поползаю. Ну, слушайте, по группам описывают, что у меня ничего нет. Ни магазинов, ни чего, поэтому пусть будет так. У меня нет ничего. Спасибо. Я люблю читать всякую чушь и люди, которые говорят в суверенности, что они меня так знают, что у меня есть, как я живу, где людей нет. А кто ко мне погадает в суверенном языке? Это я коммуникат, я пишу. Дорога на цвет волос русый. Поговорить на украинской мове может поговорить на украинской мове, передать своїй подъемщине великий привет и приветствовать всех из двоих престолов. Божать счастья, здоровья, уваги. Маму, у них все тоже. Мерка, сердечко, манититр и шеврит. Ну, Виталику, конечно, доверяю. И я думаю, что если ты выбираешь мужчину, то, в принципе, ты обязана. Да, обязана им быть удоверить. Чего? Фарфюм у меня Монталь, Ивсеклоран у меня, Блокоппиум, потом у меня... Чего у меня только не было. Я хочу сейчас купить святому форчерик, но как раз надо, когда буду идти на остров, скорее всего, я куплю. Он, зараза, дорогой. Еду свадь из зеленой, тут я на поляну. Да, есть магазин, покупали платье, естественно, я им сейчас так активно не занимаюсь, и как я занималась, и он просто есть, чтобы был. И когда выйдут из проекта, я буду развивать его, думаю, он будет не один, поэтому их было два, а три их было, поэтому если у меня в Монталь, когда человек будет собраться, то я могу его застрелить в таком понимании. Мама и Тать, например, может так его и вытягивать, поэтому все и свои... Но деньги я, по-вести, зарабатывать могу, умею, я знаю, да, и если бы не ленилась, могла бы больше познакомиться. С Виталиком строят отношения за девятнадцать лет, посмотрите, как он красивый, а лучше, а главное, некрасивая, хорошая, слабая душа, да? Я с ним не из-за красоты, просто красивая, а женщина точно понимает. А как это кежлисть партия, все это переделать? Я отвечаю на вопросы, которые у меня есть. А тебе не кажется, что сгубами у тебя переплоры? И действительно, через счет она будет красивая и вкусная. Ну, сгубами у меня был перепор. Перепор, наверное, в сентябре. Я там сделаю такие от души, потому что когда идешь на остров и проживаешь там около трех-четырех месяцев, там в рамках у меня, там мм. Целецdomo, естественно. Вся лицо не последний сгубами, в рамках у меня наступает, сгубами у меня наступает. Сгубами, которые я уже не сказал, что у меня нет. Это точно не булгер. Спасибо. Я считаю, что мне нормально листиться как-то для того, чтобы не забыл, что я в телеке едва кодираю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Кому нужен твой язык в истории? Что за дебилизм? Это уже прошлый век, а про живот вообще вообще заебал. Отпишитесь. Есть такая кнопка «Отписаться и не смотреть мои истории». Выключать телевизор, когда меня показывают. Не смотреть на меня и вам будет легче. У нас есть мой инстаграм, нет камер, это кладовка. У меня есть младший брат, на 16 лет разница, он дома с мамой. О, персинг у меня, у меня 13 проколов. Ощущения, но немножко помогает, если честно. Губы ужасные. Отпишитесь, кнопка «Отписаться и не смотреть». Ну, кому-то губы ужасно, кому-то супер. Ну, мы с Яном достаточно близко общались, поэтому... Как себе Федя? К Феде отношусь хорошо. Хороший, как друг, отлично. Гуманский прекрасный человек. С кемец многими общались. Губы слишком большие, но у меня нос не маленький, ребят. Мы с Вени, как друзья. Как вы делаете? Я жрала, видела. Виталик, если уйдет и уйдет в Китай? Да, думаю, да. Естественно. А у тебя головы в мозге или вата? Как вы думаете, если у меня два вышек образования и я нахожусь на проекте около 10 месяцев? Я хорошо училась. И могу правильно свои мысли излагать. Есть у меня в мозге? Наверное, у меня вата. Красиво, красиво. Спасибо, так приятно. Утром слишком приятно. Почему не хочу, потому что у меня есть мужчина, который мне нравится, а в Маске мне нравится как друг. Почему нельзя, чтобы подружиться на проекте? Потому что мы устроим тут не дружбу, а любовь. Виталик через неделю. Ой, нога восстановится вообще через месяца 3-4. Это когда я смогу уже на кавыки. Я надеюсь, что через завтра мне посмотрят, шов сойдется, и я уже смогу полностью становиться на ногу, а не ходить только на пятки. Это очень психологически давит, раздражает, и я постоянно недовольная, злая, ноющая. Ну, с меня нормально, естественно, для моего лица. Непеределы на секунду ровные. Да не люблю я Федю, господи, сплюньте, пожалуйста, отстаньте. Как вам это описание? Честно, правда, не любить у Стрелкова, но прям эта тема аж тошнотная. Ну, любила бы, наверное, не была бы с другим мужчиной, понимаете, как бы. Ну, тошнит, правда, аж прям до рвоты. Мы из-за этого иногда с ним ругаемся, потому что вы нас приписываете, и мы уже у нас друг от друга выросят в плане отношений. Разговариваем над темой, касающей проекта. Как дела тут, где-то так. Я хочу и в Киеве пожить, и в Москве, не знаю. Васюша, переживайте. Спасибо. Спасибо. Есть планы. Мне нужно бизнес развивать, деньги зарабатывать на Стрелкова. Это все логично, просто. Да, мы с Яном больше не дружим. Не тащите. Я хочу жить и в Киеве, и в Москве. То есть я хочу жить на две стороны. У меня свои планы, свои мысли. Я пока еще не могу конкретно сказать. Хочу магазин здесь открыть в Москве. И в Киеве хочу немножко его переделать, перевести. И как бы есть много анимаций. Ну, не переделать, а что один сделать? Я с ней сюда большие, новогодние. У меня... Ну, хорошо, девочки. У нас есть сценарий. Я думаю, Яна и Загор сойдутся. В отношении своих хороших. Я с Киева. Кадони прекрасный человек. Я его обожаю просто безумно. Люблю его острый ум, его шутки. Даже когда у меня стебет, я никогда на него не обижаюсь. Потому что он нереально в душе человек. И просто я знаю его за кадром, в кадре. И это пуля. Да, с Виталиком. Спасибо, что вы лучшая пара с Виталиком. Да, я считаю, что он достойный парень. Он шикарный. Не только внешний, но и внутренний. Очень спокойный, ровно-вешний. И это большой плюс для мужчины. Что-то просто почему. Ну, такое ровня и его спокойствие вполне... Наверное, очень сильно подкупает. Ну, не хочется мне общаться. Вот так бывает. Ногу сломала на острове на ровном месте. Конечно, помню «Сердце от трех». Это был мой первый проект. 25, точно. Ну, почти 4 года назад. Благодаря которому я начала вообще сниматься во всех остальных проектах. Ну, конечно, у меня здесь уже появился континента. Я не видела времени. Не видела, мне тут все остались. Мне идут вообще как много. Он хорошо... ировать это. Востоятельно, привет. Устаньте с Капаровска. Устаньте с Капаровска. Ой, слава богу, отстаньте с Капаровска. Много. Мне не просто. Интересно. Спасибо. И я вас люблю. Это самое интересное. За доложизмите этот взгляд. Спасибо. Спасибо. Мы с Брянской не ругались никогда. То, что мы орём, пора. У нас нет сценария, нет сценария. Нужно как будет сценарий заставлять себя больше человеком, который тебя не нравится. Вот реально, правильно написали, что как ресниц, большие губы и ноги, ничего спросили. Сколько хватает? Так, всё. Спасибо, я вам все равно, что вы хотите. Наверное, нравится. Мои ресницы, Буля, я просто не могу не нравиться. Если бы я зашла, у меня не было ресниц, то написали, что где твои ресницы. Если бы у меня были меньше губы, то сказали, что сделай их больше. Если бы я оставила себе винир и сказали, что было так лучше или кому-то хуже. У всех разные порции. Много всем нравится. Я вообще, ну, я обживаюсь с вами, мне кажется, в день или два раза уже было. Я уже привыкла, что... Я даже одеваюсь сейчас по-другому, чем собственно я одевалась. Обживайте. Все, я вас обнимаю, всех целую. Желаю вам прекрасного Рождества. Желаю, чтобы у вас все было хорошо и чтобы у вас были лучше ресницы, чем у меня. И это была самая моя страшная проблема, что у меня такие вот ресницы. Поэтому я вас всех обнимаю и пока. Потому что я приехала уже на поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова